А под это исламский терроризм убивает уйгуров. 13 декабря в Москве возле посольства Китайской Народной Республики прошел одиночный пикет в поддержку уйгуров-мусульман на оккупированной территории Восточного Туркестана. В акции протеста приняли участие члены правозащитной организации YORDAM и члены Национально-культурного объединения уйгуров. Китай требует прекратить государственный террор против уйгурских мусульман в Восточном Туркестане. Протестующие требовали от китайских властей немедленного закрытия лагерей и освобождения всех уйгуров. Об этом корреспонденту Хабархо сообщил председатель правозащитной организации YORDAM Бахром Хамроев. И даже смерть. «Чтобы другие могли поспать, лежа бок о бок. Мы менялись каждые два часа. Там были люди, которые не принимали душ в течение года. Перед завтраком, который состоял из воды и небольшого количества риса, мы должны были петь песни, прославляющие коммунистическую партию Китая. Нас заставляли принимать неизвестные таблетки и пить какую-то белую жидкость. От них у женщин прекращалась менструация. У кого-то начинались кровотечения, кто-то даже умер. Я отчетливо помню пытку, которой меня подвергли. Меня отвели в комнату с электрическим стулом. На голову надели что-то наподобие шлема. Каждый раз, когда по мне пускали ток, мое тело начинало резко трястись, и я чувствовала боль в венах. Они оскорбляли меня унизительными словами и настаивали на признании вины. Они мне сказали, твоя мать и сын умерли, а твой отец отправится в тюрьму на пожизненное. Вся твоя семья развалилась из-за тебя, рассказала уйгурка. Следует отметить, что геноцид уйгуров китайцами начался вскоре после окончательной оккупации восточного Туркестана в середине 20 века. И с тех пор политика колонизатора не изменилась. Массовые аресты, убийства, отправка людей в концентрационные лагеря продолжаются уже не один десяток лет.